Физически, потому что игра была действительно по накалу очень напряженная, мы физически много себе потратили девчонки, а сегодня важный матч, матч судьбы которого, от судьбы которой будет зависеть выход нашей команды в следующий раунд. Да, такая, ну, с одной стороны, не сложная схема проведения чемпионата мира, с другой стороны, ну вот, когда за тур до окончания практически все уже устроились туда, куда им вроде как и прописано пройти, то есть четвертьфинал, как-то и не очень интересно, но! По-прежнему сборная России еще в подвешенном состоянии, если она сегодня побеждает команду Черногории, то точно уже совершенно шагнет в восьмерку сильнейших на чемпионате мира. Это новая сборная России, мы не устаем это повторять. Обратный отсчет, Гранольерс, поехали! Итак, стартовый состав сборной России, Екатерина Ильина, привычное место в центре задней линии, Елена Михайличенко, левый полусредний. Антонина Скоробогатченко, правый, края, Ольга Фомина, капитан команды, и Полина Горшкова, номер третий, на левом краю и в линии, посмотрите, внимательно посмотрите, играет Карина Сабирова. Не знаю даже, стоит ли задавать вопрос нашему эксперту, а что случилось, собственно, почему непрофильную линейную на стартовом составе? Ну, во-первых, очень много сил Анастасия Ларенова потратила, в принципе, уже по этим играм. И, выходя взамен, Карина Сабирова там долго находила свою игру. Но попробовали пока так, тем более, Артем, я думаю, ты помнишь у нашей болельщики, что Анастасия Ларенова получила несколько повреждений, по лицу там были удары, и нужно ей восстановиться. Ну, а Карина Сабирова может удивить вот таким выходом, как раз-таки с этой номинальной позиции линейного, и броском открыть счет в этой встрече. Да, в общем-то, как мы знаем, игра простая. Попади в ворота, промахнись по вратарю. Истины прописные. И Карина это сделала с блеском. Она вспомнила, что она на самом деле разыгрывающая, или там левый полусредний. Отошла от шести метров и махнула, как она умеет. 1-0. Сборная России в первой своей атаке отличилась. Ну и черногорский состав, давайте к нему присмотримся. Ну, на всякий случай, в воротах у нас сегодня Полина Каплина. Начинаем. Хотел спросить, где мяч, но коллеги уже против. Чтобы я акцентировал внимание на мяче, нужно на каких-то других аспектах сконцентрироваться. Итак, состав сборной Черногории. Итана Грбич. Ее бросок и уверенные действия Полины Каплиной. Ну, так, соответственно, о составе черногорской команды чуть позже. Набегание сборной России. Командная. Шикарный пас. 2-0, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Две минуты, 2-0 ведем. Что дальше делать? Как в известном анекдоте. Ну, помимо прочего, еще, конечно, надо сказать о том, что Людмила Бодниева отмечала игру нашей команды в защите. Говорила о том, что в той игре, которая предшествовала игре с Черногорией, нужно было играть жестче. Ну, и пока в центре защиты смахнули первую передачу. Ну, и будем смотреть за тем, как с установкой справится наша команда. А пока хочу отметить, что Елена Михайловиченко огромный объем работы делает в центре. При этом в прошлой встрече забила она пять мячей. Успевает отличиться и в нападении. Но по ее работе в защите в центре, конечно, у нее выпало огромное здесь, конечно. Роль игровая справляется. Пока первый мяч смахнули. Ну, и дальше заставляет ошибаться. Черногоров, те первые мячи дали практически перепад Леонид Михайловиченко. Ну, и тут в аут улетает очередная их передача. Мне почему-то кажется, что Черногорки, ну, мягко говоря, не очень настроены у них именно. Ну, ты знаешь, Артем, Черногорки, я думаю, все эти команды хорошо известны нашему болельщику. Редко бывает, неважно в каком статусе игра начинается. Для них важно, конечно, показать свой характер. И еще по первым минутам сложно делать будет. Но я думаю, они будут бороться одни с матчом. Все 60 минут, но это насколько хватит им сил. Пока. А сейчас нарисовывается хит-трик Карина Сабирова, не правда ли? Да, он состоялся. Вот Артем под руку опять сказал, исполняю Карину Сабирову мяч. Но действительно, первые три мяча забивает Карина Сабирова. Здесь она великолепно Райчич переигрывает. И Людмила Бодниева, эмоции, которые должен передавать тренер, вся в игре. 3-0 и действительно первые три мяча за Кариной. То есть не нужно пока впадать в эйфорию, говорить, что все в порядке. Надежда Стантьевна. Не, в эйфорию мы впадать точно не будем. Нет, ну хорошо начали или нет? Или так и должно было быть? Я вот не очень понимаю. Ну, я, честно, думаю, что так и должно было быть. Другой вопрос, что качество игры для нас сейчас важно. Следующий соперник сборной России – это Франция. И те недочеты, которые у команды есть, мы обязательно должны в этой игре, ну, обкатать как минимум. И увидеть, готовы ли мы с ними сражаться. Пока один из акцентов мы поставили. Это игра сборной России в защите. А вот Евгений Трифинович сказал, что вратари наши на уровне. Ну, по моим ощущениям, собственно, линия вратарская, конечно, могла чуть-чуть помочь в этой игре больше. Мне кажется, мы привыкли к тому, что у нас всегда блистательные вратари в сборной России в любом поколении. И уже избаловали нас девчонки тем, что на линии ворот всегда надежный рубеж. В той игре, на мой взгляд, это было не так ярко выражено. Поэтому я, собственно, жду более яркой игры наших голкиперов. Анастасия Лагина, Полин Каплина. Более яркой игры, пока мы не уступчивы в нападении, забивает мяч Екатерина Ильина. Екатерина Ильина. Посмотрите, какая кисть, какая доработка. И, казалось бы, все видит Марина Райчич. Ну, ни в коем случае. Мяч от нее уходит как невидимый совершенно. 4-1. Пять минут сыграно в матче. Ну и, собственно, позиционная атака черногорской команды. К ней мы, суть по всему, готовы. Итана Грбич. Передача на фланг. Грбич снова угрожает. Матея Плитикосич. И перехват. Деморализованы. Совершенно деморализованы. И с первых же секунд, с первых минут этого матча черногорские гонболистки. И у Антонины Скоробогаченко летит прекрасно. 5-1. Ну, это просто разгром. Разгром стартовых минут. Естественно, мы всегда боимся сглазить. Но, честно говоря, кажется, что сборная России вышла как полагается на этот матч. А сборная Черногории вышла как получится. И вот пока получается у нее устроиться на 1-5. Шесть мячей забито. Шесть минут сыграно. Ну, и уже разгром. Потери сборной Черногории не дают пока проявить себя ярко Радичевич. А она при этом является бомбардиром турнира. На третьем месте расположилась с 34-мя забитыми мячами. Там, конечно, Хагман пока догнать не может никто. Потому что показывает она результативность в отдельно взятом матче. Запредельную. Но и при том, что у нас есть яркие исполнители. Юлия Моногарова и Антонина Скоробогаченко пока только на 53-м месте. В этой статистике она не самая, конечно, познавая. То есть вы уцайтеры? То есть мы командой играем по-прежнему. Необходимая. Но при этом, да, наши яркие игроки пока в этом плане в топы не поднялись. Но нам важен, конечно, результат. Встреча здесь высоко. Встречает Елена Михаличенко. То Михаличенко толчок был на прямые руки и потому следует двухминутное удаление. Немедленно. Эмма Рамусович, 66-й номер, получает эти две минуты удаления. Честно говоря, когда всякий раз подобным образом встречают Елену Михаличенко, вот замираешь, потому что помнишь, на самом деле, как относительно недавно в подобном эпизоде она порвала крестообразные связки и, конечно же, хочется сразу зажмуриться и не вспоминать. Едем дальше. В большинстве сборной России Екатерина Ильина, Михаличенко до края. Но не очень аккуратной получилась эта передача. Полина Горшкова вернула в заднюю линию. Горбогаченко и наш капитан, капитан Сия-Руссия Ольга Фомина. Я не знаю вообще, в Черногории сегодня будет играть намного. Ну, да, здесь пока обескураживающее начало. Но мы опять-таки знаем о том, что часто бывает так, что много повести с самого начала. Тоже бывает такая небольшая ловушка. Надеемся, что в нее сборная России сегодня не попадет. Ну, а в разумительных атак, конечно, хотелось бы все-таки от Черногорка увидеть. Пока высоко Полина Горшкова. Отгоняет она полусреднего. Ну, а в центре хорошо там перемещается. И я еще раз обращу на это внимание. Хорошая смена центральных игроков. Елена Михаличенко вцепилась там мертвой хваткой практически. Не давая делать передачу в линию. Ну, а Карин Сабирова по всем законам гонгольным. Хорошо меняется с линейным. И сейчас вдвоем успевают встретить бьющего игрока. А мяч, по-моему, не считается. Там прозвучал свисток. Да-да, там мяч не считается. Сейчас посмотрим, по какой причине. Либо здесь было много шагов. Нет, с шагами все нормально. Я так понял, что фонт был на линейный. На Татьяне Бырнович. А бросала... Бросала справа полусреднего Джорджина Малович. Она единственная пока черногорский гол забила. Ну, и, собственно, все остальные. Что Итана Горбич, что Матея Плетикосич. Если кто забыл, то это натурализованная хорватка в черногорской сборной. Ну, в общем, они пока вообще не понимают, что происходит на площадке в общем и целом. Ну, и предыдущий бросок был такой гол, как говорится, отчаяния. Неподготовленный бросок. Ну, уже там, собственно, и не могла Черногория соорудить более-менее нападение. И уже, как бросок отчаяния, была та попытка. Братаря сменили в черногорском составе. Вместо Марины Райчич появилась Любец Ненезич. Ну, вот ей помогла, соответственно, Бырнович сейчас своим блоком. Не забивает даже Йован Карадичевич. Ну, это значит, что, я не знаю, белое полотенце уже выброшено где-то там на скамейке черногорской команды. Если Йованка сама великая и непревзойденная не забивает, то, наверное, это не день Черногории. Но мы никогда не выпускаем еще фактор тренерский, как и в той игре, где мы противостояли Словенко. Маджич заводной, команду свою вел всегда вперед. Ну, и Бояна Попович, шестикратная победительница Лиги Чемпионов, причем за три разных клуба. Я уверена, ее эмоции команде передадутся, и она как раз-таки берет тайм-аут. Может быть, сюда будет как раз-таки и передать. Да, Бояна Попович, легенда, живая легенда не только балканского, черногорского, всего мирового гонбола. Смотрите в эти глаза, огонь. Мы еще раз не можем от них дорадить. Не нашутируем за то, что мы досады дорадим, а дай дополим. То это не дисциплина, то не можем отравить. И братья не можем отражаться. В каком году я собратил, мне гостю. Поставлю пять, едем, и кутору еще что-нибудь при Севере, можно шутку. А как будто все три малые остались. Ай, Бояна Попович, забрали. Ай, Бояна Попович! Ай, Бояна Попович! Вы играете еще раз в лунета и играете фонарик из продолжения. Миха, слышал о Тони? Вы играете вот эту штуку, только не сбрасываете, сразу поднимаете защиту и перебрасываете на другую сторону. Обойти линию и побежать. Давай! 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 Еще! Защита, защита! Давай! Защита, девочки! Это, конечно, удивительный по контрасту был тайм-аут, потому что увидеть разгоряченную Бояну Попович и на фоне этого Людмила Бояна Поповича, которая максимально деликатно проводит тайм-ауты, ну и сама фраза «играем фонарики» с продолжением звучит как новогодний привет. Расшифруйте, пожалуйста, Надежда Станин, а что такое «играть фонарики»? Что за кондикация? Я обязательно подписываюсь, это очередная новая комбинация сборной России, но это действительно на контрасте было очень красиво. Давайте так, Надежда Станин, давайте додумаем, дофантазируем, а что за фонарики можно сыграть, ну вот, накануне Рождества? Ну, я думаю, это все-таки, во-первых, что-то в нападении. Так. Ну, мы сейчас посмотрим атаку нападения сборной России. Воздушки, кстати, в интервью отмечала Людмила Бодниева, что тот, ну, будем считать победный мяч, потому что он принес действительно очко сборной России, который девчонки сыграли с воздушки, было абсолютно импровизацией команды. Мне хочется сюда же вклести еще одну информацию о том, что Людмила Бодниева сказала, что у нее при своей команды нет никаких ограничений, свобода действия, ну и, собственно, я думаю, это тоже в какой-то степени сыграло, но про фонарики будем сейчас разбираться в атаке сборной России. Ну, хоть какая-то интрига у нас после 10 минут игры, потому что 7-1, конечно, немедленно люди выключают, но теперь мы будем искать фонарики! Ну, сегодня фонариком мы можем назвать уже Карину Сабирову из 8 забитых мячей сборной России. И зажгла она над воротами фонарик четырежды от Карина Сабирова ее четвертый мяч. Да, ну, честно говоря, я был совершенно солидарен с коллегой по репортажу, мы когда шли по длинным останкинским коридорам, говорили, что, ну, наверное, в первом тайме что-то похожее на ничью, а в втором, ну, наверное, все-таки сборная России станет сильнее. А сборная России решила не откладывать в долгий ящик и громить Черногорию с первых же минут. Ну, еще сюда можно добавить, да, то, что Черногория, во-первых, потеряла шансы на выход в следующий раунд. Это, конечно, может сказаться и как бы эмоционально не заводила команду Бояна Попович. Здесь, конечно, мотивацию сложно найти, но я еще раз скажу, что Черногория – это та команда, которая не сдается в любой ситуации. И в какой-то момент игра сможет преподнести сюрпризы. Главное – к ним быть готовыми нашей команде. Ну, я думаю, что это всего лишь какие-то вот такие предубеждения, что ли, спортивные. Потому что я смотрю в турнирную таблицу, вижу пять очков у сборной России на этой стадии турнира и ноль очков у Черногории с разницей мячей минус 17. Мне кажется, сегодня эта разница мячей, может, если не удвоится, то на десяточку подрасти. И вот здесь самое время сказать о том, что три сейва Полины Каплиной, конечно, стабилизирует и без того хорошую игру нашей команды в защите. А этих сейвов не хватало в прошлом матче. Обалдеть. Вот, честно говоря, взять пенальти у Йованки Радичевич да при счете 8-1 в твою пользу, посмотрите, это первый промах с 7 метров у Йованки Радичевич за весь чемпионат. Да, кстати, у Йованки Радичевич в статистическом протоколе значится 16 метровых за этот чемпионат и все 16 она реализовала. Почему-то 17 оказался не точным. И впервые, да, Полина Каплина эту статистику прервала для великого, не побоюсь этого слова, игрока, заводила для своей команды и действительно первый сейв будет отмечен фамилией Полины Каплиной. Ну, а если кто не помнит, то по молодости Полина, когда играла за молодежную сборную, признавалась, даже не за молодежную, еще за юниорскую, признавалась лучшим вратарем чемпионата мира, чемпионате мира до 18 лет. А теперь уже, посмотрите, эта красотка играет в национальной сборной и позволяет себе забить второй мяч. Посмотрите, на 13-й минуте матча. Алиса, разве это не чистый мяч в исполнении сборной России? Да красота, конечно, но я еще раз скажу, что думаю, вот на спокойные эмоции наши девчонки не будут распаляться, не будут успокаиваться, потому что важный матч еще впереди и команда... Артем, ну я тоже думаю, ты увидишь, пятый мяч забивает Карин Сапирова, 31 номер. Я, кстати, расскажу, а, 37-й, да, у Карина Сапирова, какой номер, Карина, 31-й? 31-й. 31-й, ну и вот видишь, как хорошо, Артем. Хотел рассказать тем, кто, конечно же, не видит, что происходит здесь, Артем Шмельков сегодня на матч пришел в майке, тоже по 31-м номерам, а это знак, значит, помогает команде эта традиция. Тогда это надо озвучить. Я пришел во вратарском свитере нашей замечательной Инны, трехкратной чемпионки мира Суслиной. Подарок из солнечной Македонии. Не знаю, знак ли это или не знак, но вот Надежда Константиновна посчитала, что это знак. 31-й номер Карина Сапирова, 31-й номер вратарский Инны Суслиной. И посмотрите, что вытворяют наши, наши девочки. Просто мед. Мед на губах. Но пусть забьет. Ёванка, ничего страшного, хоть она немножко отойдет, не такой злой будет. Артем подготовился к матчу, я говорю, каждый такой жест важен. Мы говорили как раз-таки в первой еще трансляции о том, что некоторые игроки сохраняют традиции, которые были у них в игровой карьере, но Артем абсолютно в этом солидарен. Хотя говорит, что суверие это вот не то, не то, не надо, не надо. А сегодня, видишь, какая традиция. Так что мы ее сохраним. Возвращаемся к игре. У нас в центре появляется Ярослава Фролова под всем седьмым номером. Ну, а Карина Сабирова продолжает действовать в линии. Выталкивают там Ярославу. Чуть активнее стали Черногорки защищаться. Но это не мешает Лею Михаличенко просто полыкнуть там пламенем огненным. И очень красивый мяч забивает Лена. Полтайма сыграно. Десять мячей уже забила сборная России. И даже не важно, что пропустила только три. Если она еще забьет за 15 минут оставшихся 10 мячей, то Черногория может, в принципе, на второй тайм не выходить. Я правильно понимаю? Да, Артем, это правильно. Но я, кстати, хочу сказать, что наши девчонки вот действительно не... Я по лицам просто считываю эмоции. Абсолютно не торжествуют, скажем так, эту маленькую пока победу, а очень сконцентрировано действуют. Я думаю, в памяти еще остался тот матч, который мы сыграли перед выходным. Он был очень сложным. Ну и я думаю, здесь остался еще небольшой осадочек. И сконцентрированный, я думаю, они будут весь матч. Мне кажется, что настолько они забыли об этом осадочке, об этой неудаче. На самом деле, я же тогда сказал в репортаже, мне кажется, что это победа была. Та ничья, это победа, потому что она была вырвана в самых драматичных условиях. Антонина, 39-я гвардейская дивизия Скоробогатченко. Посмотрите, что делает ее левая рука. Добрый вечер. Да, Тоня еще шагом так хорошо уходила от центрального защитника, который пытался там догнать и Тоню, и достать ее руку. Включается Радичевич, забирает второй мяч в игре из четырех забитых всей команды. Но вот я хочу вернуться к тому моменту. Тоня очень хорошо увидела переднего игрока, который пытался ее остановить. И шагом ушла, освободив себе место. Но Радичевич здесь, во всей красе, да. Такой мы ее привыкли видеть. Когда вот замираешь и слушаешь внимательно Надежду Муравьеву. Вот, допустим, представьте, что вы сейчас не смотрите в экран вашего телевизора, а смотрите спиной ганбол. И шагом ушла Антонина, это же музыка. Представляете, Антонина посмотрела на соперницу, прошагала мимо и как даст! И счет уже 11-4. Да. Класс! Честно говоря, чистое удовольствие. Вот вся эта игра сборной России, безусловно, есть какие-то погрешности, есть моменты, за которые, наверное, девчонки сами себя будут там корить и прочее, прочее. Но! Ярослава Фролова в розыгрыше теперь вместо Екатерины Ильиной бросок Елены Михайличенко. Наконец-таки Марина Райщич хоть мяч потрогала, но вот с пасом не подружилась. Ничего страшного, попробуйте еще раз. Задумалась что-то Надежда Муравьева, не знаю даже о чем. Я просто пытаюсь понять, хоть какие-то действия будут ли предпринимать сборная Черногория. Пока чуть активнее выдвинулись против наших игроков. 5-1. Начинают еще активно выдвигаться два игрока, но находят передачей Ольгу Фомину. И та такое ощущение, что даже не видела игрока, который ей пытался там немножко противодействовать. Пока, конечно, энергии не хватает сборной Черногории, но наших игроков спокойно. Да, складывается игра. Оль там очень хорошо увидела ближний угол открытый. Шикарно. 12-4. Вот на самом деле приходится вот в таком матче искать интригу. Вот у меня вопрос. В первом тайме мы будем выигрывать 10 мячей или пока подождем? Ну, я не люблю прогнозы, Артем. Ты же знаешь, любой спортсмен прогнозит. Мне просто интересно. Это не в плане прогноза, а вот ощущения. Да, нет, не знаю. Ну, по ощущениям, конечно, игра складывается в том плане, что разница будет, мне кажется, даже больше. А мы пока, кстати, подзатушили интригу с фонариками. Я пока не могу. Где фонарики? Да, они спрятали их куда-то в кармашке и пошли дальше поиграть. Ну, обидно, конечно, сборной Черногории. И там Радичевич, если вам видно, вот этот правый верхний угол пытается в защите хотя бы команду свою приободрить. Но такое ощущение, что где-то там гаснет в двух метрах от нее этот возглас. Мне кажется, тяжело, конечно, сборной Черногории сражаться. Ну, а здесь на заглядение сначала в ближний, а теперь уже в дальний угол. Ольга Фемина сама себе дает хорошее настроение. Но я теперь скажу, что мне очень приятно видеть, когда улыбается именно Оля. Ольга, конечно, сосредоточена всегда. Ну, а здесь классные два мяча. Без погрешностей реализует Ольга Фемина. Да, опытный вратарь Марина Райчич. Ей 28 лет, но она настолько давно на высочайшем уровне играет, что она еще не достигнув 20 лет стала и серебряным призером Олимпийских игр, и чемпионом Европы. Но сейчас она просто ничего не может поделать. Буквально любой бросок, более-менее подготовленный, заканчивается взятием ворот. Посмотрите, посмотрите на скамейке, какие красивые лица. Если я не ошибаюсь, то это, сейчас скажу, Диана Уйкич. Да, она рада бы порадоваться, но как-то все не получается. 13-5 после броска Джорджины Малович. Да, Антонина Скоробогаченко не перестает радовать глаз. Посмотрите, какие мячи пристреленные прилетают уже в который раз в ближний угол ворот команды Черногории. 14-5. Ууу, 20 минут позади. 14-5 выигрывает сборная России в очередном своем матче на основном этапе чемпионата мира. Преимущество не то что подавляющее, оно какое-то обескураживающее и не оставляющее никаких надежд сегодняшнему сопернику. Черногория. По-моему, даже из раздевалки не появилась пока на площадке. Милан Таженова появляется в защите рядом с Карин Сабировой. Еще пока не отметили мы выход Миланы. Защищалась она с противоположной стороны в предыдущих играх. Ну а здесь двух игроков, которые могут играть активно, оставляет Людмила Боднива. Ну и это, по-моему, первая проскочка, которая проходит у нас в центральной зоне. Чуть ускорилась. А вот интересно, сейчас против Йоанки Радичевича выходит Анастасия Лагина. А ее сможет переиграть Йоанка? Смогла. Причем я так привел с касанием. Да, да, Настя как раз таки, ну все знаем мы эти эмоции, когда игрок, когда братарь понимает направление мяча и его угадывает, но не зацепляет мяч. Вот они крупным планом на ваших экранах и забивает Радичевич еще один мяч. Да, 14-6. Давайте дальше искать, Надежда Константиновна, интриги в этом матче, потому что их категорически не хватает. Ну, интересно будет, во-первых, Карин Сабирова. Еще остается у нас в линии играть. И, конечно, первый ее мяч, который она забила с дальней дистанции, был неожиданностью для Черногорог. Забьет ли она еще из этой позиции выходя? Да, мне, конечно, было бы интересно, но, кстати, он напоминает, 3 из 3 забивает, меняет углы для реализации, прям чередует ближний, дальний и очередной мяч забитый в ближний угол. Здесь, конечно, очень сложно Марине Райчич, пока не зацепившись ни за один из выпущенных мячей сборной России. Я думаю, что Евгений Васильевич Трефилов, конечно, меня не одобрит с этой репликой, но такое ощущение, что с завязанными глазами вратарь в воротах у Черногорога. Настроение, конечно, не добавляет, но зацепиться вратарь может, когда оборона помогает. Здесь, конечно, расстрельные позиции каждый раз для нашей команды не позволяют Марине Райчичу это сделать. Ну и пока 2 минуты удаления. Карин Сабирова получает. Ну, Карин, да. Поиграла сегодня уже не шуточно в первом тайме. 5 заброшенных мячей с непрофильной позиции. Да, Вероника Никитину мы не представили. Она уже и в атаке поучаствовала, теперь обороняется. Вероника Никитина, воспитанница Тольяттинской школы. Одна из самых опытных игроков, но при этом с опытом минимальным в выступлении за национальную сборную. Вот такая у нее интересная карьера. Дважды мама, если я не ошибаюсь, Вероника Никитина в девичестве Гаранина. Надежда Константиновна смотрит внимательно. Я пытаюсь понять, где-то я ошибся. Нет, нет, все правильно. Я просто вспоминаю путь, который проделала Вероника для того, чтобы попасть сегодня на этот крупный форум. У Вероники было очень сложное повреждение. Тяжело восстанавливалась Вероника после самой, наверное, тяжелейшей травмы, которую можно получить в спорте. И то, что она сегодня здесь, на этом форуме, это, конечно, отдельная история про ее сильный характер. Очень приятно ее здесь видеть. 15-7. 7 минут до конца первого тайма. Мне кажется, что 20 мячей должно прилипнуть в сетку ворот черногорской команды. Иначе вообще зачем все это? Эмма Рамусович. Напомню, что она уже есть в списке удаленных. И может, может устроиться вот с такими встречами и на второе удаление. Но у нас, у нас линия поменялась. И обратите внимание, там дебютантка, которую мы поздравляли совсем недавно с дебютом в играх за сборную на чемпионате мира с забитыми мячами. Ксения Закордонская играет в линии. И где-то вот недалеко от нее устраивается на две минуты Николина Вупчевич. В меньшинстве черногорская команда. Ну, а наши, собственно, уже сбавили скорости. Даже на сниженных скоростях сборной России быстрее, умелее, куражистее. Ну, и смотрите на табло, там все написано. Ну, наконец-таки, может порадоваться, любится Ненезич. Первый мяч она отразила или второй? Там еще немножко блоком, да, прикрыли этот мяч от Ярослава Фроловой. Ну, кстати, от Ярослава Фроловой не так много мячей на этом чемпионате мы увидели. Но пока эти игры, которые проходят, для Ярослава сначала была она вне заявки. Но сейчас, конечно, ей предстоит, может быть, эта игра как раз-таки хороший шанс нащупать свою игру. Помним мы, как она порадовала на чемпионате Европы болельщиков, став настоящим его открытием. Но пока с рук Ярослава Фроловой соскальзывает игрок. Но там в центре помогает. Обрати внимание, Артем, в центре защиты доверили игру Милане Таженовой. Милана хорошо себя зарекомендовала как второй защитник. Но теперь в отсутствие Елены Михаличенко в центре занимает позицию. Не самый высокий игрок. Привыкли мы там видеть игроков более высоких. Но подвижность и жесткость Милана Таженовой здесь успела. Вот она как раз-таки в этом моменте Ярославе Фроловой помочь. Прекрасные наблюдения нашего эксперта, который все тоньше разъясняет нам нюансы этой одновременно и простой, и сложной игры под названием ручной мяч. Ух ты. Да, да, да. Очень хотела забить, конечно, сейчас слева у края Черногорка. Но что-то помешало ей. Не знаю, вратарь или защитник. Ну, помешала, во-первых, правильно выбранная позиция Полиной Каплиной. Та закрывала ей дальний угол. И той, конечно, тут только на силу оставалось рассчитывать. Ну, и так как любой игрок опасается, конечно, попасть в голову в вратарю. Я думаю, тут дрогнула рука. Но здесь заслуга, конечно, в этом Полин Каплиной. Ярослава Фролова, мне кажется, обхитрила всех, кто смотрел за этим моментом. Выходила там на скреск, я не успела увидеть кто-то из игроков из линии. Но Ярослава Фролова всем спутала карты и забивает классный мяч. Да, там Карина Сабирова пыталась подключиться к этому моменту. Но вот и мяч Ярослава Фролова. И мы, собственно, по ним успели соскучиться. Наши девушки, мне кажется, так томят нас в ожидании. Когда же десяточка прилипнет, разница в счете. Все по-прежнему 8-9, все никак не 10. Но я вот уверен, что к концу первого тайма нарисуется обязательно. Пенальти. Пенальти в ворота российской команды за защиту в площади ворот. Вероника Никитина так немножко морщится. Понимает, что где-то не успела перестроиться, где-то чуть нарушила. Ничего страшного. Но при этом Вероника, Артем, обрати внимание, как убирала руки, чтобы не прилипла, как ты говоришь, к этому еще и двухминутного удаления. Поэтому, да, ошиблась, но при этом правильно сыграла, чтобы не было более ощутимого нарушения. Но здесь Полинка бы нам гадала, Полинка, на самом деле. Если бы осталось стоять на месте, то просто бы мяч у себя на лице бы зафиксировала бы умелыми руками. Четыре минуты играть до перерыва. Двукратное преимущество в счете. 16-8 у сборной России. Широко расставленные полусредние. Ольга Щербак появляется на площадке. Ротация идет полным ходом у Людмилы Бодниевой. Все работает, все получается. И тут сглазить даже при суп желания не получится. Отражает мяч Любится Неназич. И на подборе кто? Карина Сабирова. А почему мяч отобран? Даже Надежда Муравьева затрудняется сказать, почему же в этой ситуации мяч оказался во владении у Черногории. Но Йован Карадничевич, она, понятно, будет опять лучшим бомбардиром своей команды. Ей это на роду написано. Вот здесь. Что случилось? Заступ у Вероники Никитиной. Да, помимо этого Вероника просто мешала защитнику как раз таки завладеть мячом. И так как она использует зону на подборе, она являясь помехой, соответственно, мяч переходит к другой команде. Поэтому просто динамичный был момент. Без повтора, конечно, мы этого не увидели. Карина Сабирова остается в линии. И мы пока в первом тайме не увидели Анастасию Ларионову. Придержала ее Людмила Бодниева. В резерве. В резерве, да. И? А почему сейчас Людмила Бодниева решила взять тайм-аут? Казалось бы, он не требуется. Вот со Словенией она как-то тянула и не брала тайм-аут. Ну, во-первых, сейчас практически полностью поменялся стартовый состав. Там мы еще не успели сказать, потому что совсем недавно вышла Ольга Щербак. Я думаю, есть что сказать. Есть, чтобы сыграть спокойно позицию. Лена, крест и обратный пас. Ясно? На столба. На столба. Нет, на столба. Видите? Куда? Слинь! Щербай, ясно? Давай, Девки, давай! Обойди! Обойди! Стоп! Обойди линию, Каран, не жмись. Не жмись к чему. Ясно? Давай. Давай. Давай, девки, продолжаем. А они не будут. Давай, давай! Давай, девчули, мальцы! Да, эмоций много, а счет немножко не оставляет разных трактовок. Пусть он немножко сократился, до семи мячей подобрались. В Черногорке к нашим девушкам, они снова в атаке. Вероника Никитина, какой обыгрыш! 17-9! Первый мяч сегодня красы Тольяттинской Вероники Гаранины. Ну, лучше Никитина. Мы уже привыкли. Мы пока, да, не видели, чтобы под Веронику была создана комбинация, но и, собственно, я уверена, что именно для этого брала тайм-аут Людмила Бодниева. Сейчас там в центре, хорошо. Но Карин Сабирова сыграла, чтобы максимально упростить задачу для Вероники. Но и эмоции, которые команда передала, оборачиваясь своему тренеру, говорят о том, что задуманное воплотилось. Черногорке в нападении. Мелана Таженова. Наблюдаем за ее действиями в центре, пока она внимательно охраняет линейного игрока. Ну, и Мелана Таженова, конечно, уступает в габаритах линейному, но справляется с тем, чтобы его обойти. И тут же помогает рядом Ольга Щербак. Йован Карадичевич на скамейке своей команды. Это тоже, на самом деле, мне кажется, уже такое проявление, с одной стороны, уважения к сопернику, с другой стороны, принятие поражения со стороны великолепный и неповторимый Боян и Попович. Я думаю, что черногорки все понимают. Они с нулем очков, они сегодня проигрывают в пыль и в прах сборной России все уже в первом тайме. Полторы минуты до перерыва. Ольга Щербак, Карина Сабирова. В такой гибридной роли, то ли разыгрывающей, то ли линейной. Мы даже понять не можем, потому что линейной сейчас на площадке нет. В принципе, у сборной России. Вот так играют сегодня наши. Да, в розыгрыше оказывается вдруг Вероника Никитина. Здесь же Ярослава Фролова, здесь же Ольга Щербак. Никто из них, на самом деле, не разыгрывающая в чистом виде. Ну, может быть, Яся Фролова только лишь. И при этом Карина Сабирова тоже ведь разыгрывающая в какой-то степени. И четыре разыгрывающих, посмотрите, сейчас играют, гоняют мяч и просто мучают черногорок в конце первого тайма. Ну, я повторюсь, мне очень понравился, кстати, мяч, да, который забила Карина Сабирова. Как тут не вернуться к игре Эмили Турей, которая тоже с непрофильной для себя позиции, выходя. Артем, это прямо вот подописано, правда. Оля забила абсолютно четко чередуя углы во время реализации. Эмили Турей предыдущей был забит в ближний угол, ну и там опустил руки вратарь. И Оля зрячий мяч переводила. Ну, а я еще раз вернусь к тому, что мне очень напомнила игру Мил Турей, которая выходила с угла и, имея хорошую кисть и бросок, с полусреднего забивала мячи, защищаясь против Эмилии, когда она играла за датский слагельс. И, конечно, на это обращали внимание, но здесь совсем не были готовы к этому черногорки. Ну, а здесь чистый выход на бросок для Дианы Мукоши. Ну, пусть порадуются. Десять мячей черногорки за тайм забили. Ну, а преимущество сборной России так и не добралось. До десяти мячей. 18-10. Сборная России уверенно с первой и до последней минуты первого тайма диктует свои условия черногорской национальной команде. Хорошая точка для черногорок. Вот этот акцентированный бросок с переводом под ближнюю штангу. 18-10. Отдыхаем. И, как всегда, стремительно возвращаемся на гамбол чемпионат мира в Испании. ...прилетов аэропорта Ростова-на-Дону. Это не нынешний Платов, а тот старый, еще в черте города. Вот так открывается буквально с ноги. Айдам у Дэвики, айдам у Гра. Это была Баяна Попович, капитан сборной Черногории. То есть мы прилетели, девочки. Пойдемте, поиграем немножко. И, кстати, в том матче они выиграли. Сборная России в Ростове-на-Дону. Ну, наверное, сегодня Баяна Попович, во-первых, не имела возможности в аэропорт зайти, а только в гостиницу. Ну и, помимо прочего, да, таким жестом отличиться тоже. Пока, я уверена, помимо того, что поменяется игра сборной России, что-то все-таки должны предложить Черногорке. Пока всего 10 мячей забитых за первый тайм. И это, кстати, не первая команда, которая с такой статистикой играет против сборной России. Ну да. Сложно спорить. А что, Литана Грбич, сегодня будет голы забивать? Я вот не знаю даже. Ну, не хочется обижать человека, но она все как-то старается и никак не получается. Ну, не так, я-то согласен. Да, мы тоже все увидим в первом тайме, а пока, кроме центрального игрока, и замены на позиции правого крайнего игрока, там вышла Юлия Многарова. Первый тайм блестяще отыграла Ольга Фомина и получилась замена. В остальном второй тайм Людмила Боднеева начала вот с Ярослава Фроловой в центре. И это видно. Мы сейчас все пытаемся добыть информацию о том, как выглядит комбинация фонарики, пока ее попросил Ярослава Фролова сыграть в свою команду. Я чуть не видел фонариков. Не знаю, наверное, слипой. А, то есть это все-таки на уровне жестов, да? А как выглядит должна, ну, не в плане, так сказать, договоренности, а на площадке? Где эти фонарики? Когда они засверкают? Мы сейчас это все-таки будем наблюдать. Елена Михаличенко оказывается на позиции правого полусреднего. Ну, и здесь спокойно сборная России сыграет. Там еще замены. Это все-таки, конечно, гонбол прекрасная игра. Вот ехали, да, мы волновались. Ну, понятно, страховались от каких-то там своих суеверий и прочего, и прочего. Игра, в принципе, вот, ну, я говорю, в первом тайме уже закончилась. А нас мучает вопрос, а где же эти фонарики, да? Вот как вот можно было это предположить? Ну, это точно не фонарик. Вот сейчас даже не зажглось ничего. Ярослава Фролова, да, атаковала с достаточно сложной позицией. Помимо того, что это был правый полусредний для правши, еще и очень острый угол. Ну, а вот здесь, кстати, скорости немножко черногорки добавляют и добывают этот первый мяч в втором тайме в центре. Очень хорошая проскочка получилась. Две с половиной минуты сыграно, и действительно забивает Итана Грбич, забивает через руку Анастасию Лагиной. Да, Настя, как всегда, вот, совершенно спокойная. Я даже не знаю, как, не знаю, как вода в мертвом море. То есть, ну, вот, ни течения, ничего. Вот, абсолютно спокойная. Анастасия Лагина, она читает игру в каждом следующем эпизоде. Читает, перемещается, делает выпады. И все делает настолько грамотно. Вот сейчас просто немножко не повезло. Этот выпад не сработал. В том плане, что бросок получился достаточно сильный, нацеленный у Итана Грбич. Ярослава Хролова классную передачу делает. Видела Яся, что там закрывает вот эти ближние передачи, успевает Черногорке по скорости. Но и сыграла остро. Перевела сразу через двух защитников мяч. И Полин Горшкова завершает эту атаку. Полин Горшкова, да, она начинала в стартовом составе. Начала и второй тайм тоже. Милана Таженова, мы помним, использовалась какое-то время в центре. Оборона сейчас на позиции второй. Заступ у Дианы Мугоши. Нет замен. И просто не может быть замен у Бояны Попович. Она, конечно же, очень сильно ограничена в своих перестановках. В отличие от Людмилы Бодниевой, это, наверное, чуть ли не и главное, стилистическое и кадровое отличие двух команд, может ротировать без конца и без края Людмила Бодниева. А черногорки вынуждены играть обоймы в шесть, в семь, максимум в восемь полевых игроков. Ярослава Фролова. Вот здесь хорошо в обороне действует Николина Вупчевич. Разочек она была удалена в первом тайме. А если возвращаться, Артем, как раз таки к тому, о чем ты говорил, про ротацию, здесь видно, что черногорки хотят где-то обострить игру. То включают немножко скорости в атаке, то в защите играют более активно, как вот в этих двух моментах, но видно, что не хватает их на продолжительные отрезки этой игры, и потому их усилия немножко, да, гаснут, и играют они так активно, только эпизодически. Но вот схожая комбинация, схожая диагональная передача, Ира Дичевич не забивает этот мяч, а сборная России представляется возможность сыграть в позиционной атаке. Там снова замена. Иван Таженова уступает место Ярославе Фроловой в центре. Ярослава Фролова, Елена Михаличенко и Антонина Скоробогаченко. Такая наша задняя линия. Анастасию Луриону такое впечатление в санаторий. Отправили, она сегодня отдыхает. Она сегодня копит силы под Францию. По-прежнему играет Карина Сабирова в линии у нас. Перехват у черногорской команды. Ну да, да, уже, конечно, не тот настрой, что был в первом тайме. Это мы видим прекрасно. За пять минут забит только один мяч. Достаточно много ошибок. Посмотрите, как она стильно присаживается на одно колено. Это я про Баяну Поповича. Легенду мирового гонбола. Шестикратную победительницу Лиги чемпионов. С тремя разными клубами. Серебряный призер Олимпиады в Лондоне. Вы представьте себе, только вот вообразите масштабы. 600 тысяч населения страны и серебро в Олимпиаде в командном виде спорта. Это все Черногория, да. У нас есть еще резерв для того, чтобы добавить в нападение в игре. В этом компоненте пока Ярослава Хролова не так активно на себя игру берет. И если возвращаться к тому моменту, где прихватили Антонин Скоробогаченко, может там Яси действовать более активно самостоятельно. Вспоминается, да, тот момент, когда в первом тайме она сразу двух игроков показом оставила неудел. Ну, будем ждать, что более уверенно начнет играть Яся. А пока в защите на ней нам будет возможность забить Черногорку. Татьяна Бырнович. Могу ошибаться, но мне кажется, что это первый мяч ее в матче. Вообще до линии категорически Черногорки довести ничего не могут, в принципе, по течению игры. Да, я не ошибся, это первый мяч Черногорской линейной. Ну, и Н-ный по счету мяч Антонины Прекрасной Скоробогаченко. Наш капитан на скамейке Ольга Полина приветствует ее очередное взятие ворот. Сколько у Тони сейчас я посмотрю в онлайне? Пять из пяти. Вот так, спокойно и уверенно. Сто процентная реализация Антонины. 39-я Гвардейская. Город-герой Волгоград. Да, Тоня в своем интервью как раз-таки говорила о том, как оставила она этот номер и связывает она его как раз-таки с этой самой длинной. Я не ошибаюсь, по-моему, возвращаясь к географии своего родного города. Самая длинная по протяженности улица. И оставила Тоня себе этот номер в память. Я оставив в памяти эту улицу. А пока наша атака ошибается. Карина Сабирова натыкается она на игрока. И расстроилась Карина. Видно, что не оценила она этого свистка арбитров. Ух ты! А вот это было красиво. Татьяна Пырновича. Сложнейшая ситуация. И, как всегда, в контакте, в линии. Смотрите, какую паузу она выдержала. Анастасия Лагина уже, можно сказать, лежит на полу. А мячик заходит в ворота. 20-13. 20-13. Михаличенко, Фролова, Скоробогаченко. Пока замен нет. И Юлию Моногарова мы все никак не увидим на правом краю. Потому что она все скромничает. Герой матча с командой Словении. Пока еще ни в одной атаке не поучаствует. Как будто забыли про нее подруги. Хорошо, очень резко ушла Лена Николиченко в центре. Но здесь махнула, конечно, Радичевич. Сейчас увидим повтор этого момента, насколько на отпуск там она действовала. Но если возвращаться Артему к Юлию Моногаровой, конечно, лидер отличает как раз-таки не статистика в любом матче, а важные голы в тот момент, когда это нужно. Ярослава Фролова забивает мяч. Ну, вот здесь уже чуть посмелее, конечно, Ярославе после череды травм. Обреследовали они весь этот сезон. Нужно игру найти не только в сборной, но вообще, в принципе, обрести былую форму. И потихоньку делает это Яся. Только мы говорили о том, что важные мячи должны быть в ее исполнении. И вот он, пожалуйста. Да какие угодно. Просто кто бы мог подумать, что человек, который действительно настолько мучился с возвращением на какие-то нормальные хотя бы уровни игры, сделает это на чемпионате мира. Это же круто. 21-13. 10 минут почти сыграны во втором тайме. Анастасия Лагина стеной стоит. Подбор Моногаровой. Передача слишком сильная. Моногарова не рассчитала редкий случай. Передача на ход Полине Горшковой. Полина в холостую сбегала и уже вернулась назад. Обратите внимание, как дисциплинированы по-прежнему наши в обороне. Карина Сабирова, да, сбила темп атаки соперниц. Эмма Рамусович. Она в линии. Матея Плетикосич, Итана Грбич и Джорджина Малович. А, нет, там уже Саня Прэмович. Замена на правом полусреднем. Ну, что мало вообще, что меняет в принципе в этой встрече. Ну, а бросок идет от Грбич и приходит прямо в Анастасию Лагину. Замены будут снова у сборной России. Мы пока наблюдаем в повторе, ну, честно говоря, неполучившийся бросок от Грбич. И выходит в розыгрыш. Уже не в первый раз выходит в розыгрыш Вероника Никитина. Мы привыкли, что она исключительно левая полусредняя. А в сборной, оказывается, она и в центре может. Посмотрите, Ярослава Фролова меняется с Вероникой. И Ярослава угрожает центру. Моногарова помогает. Пошла, пошла гулять. Вот это, да, атака. Ну, и Вероника не обыграла, в общем, так, как задумала. Вышла на бросковую позицию, но бросок не вышел. И снова Анастасия Лагина. Но посмотрите, может ли быть что-то более спокойное, чем вот это празднование очередного сейва от Анастасии Лагиной. Само спокойствие. Ярославское спокойствие. Сердце Северных гор. Все, как мы любим. Помимо спокойствия, Настя очень хорошую стойку, ну, и занятую позицию демонстрирует. Дважды она высоко от ворот отрывается и практически закрывает обстрелы игрокам нападающим. Два сейва очень хорошие. Удались Насте. Антонина. Антонина Скоробогаченко снова и снова. Не знает пощады. Это левая рука всей Аруси. Шесть из шести. Так и должно быть. И все-таки мы подбираемся вот к этой магической отметке в десять мячей разницы. Заброшенных мячей у нас уже чуть побольше двадцати. Интересно, вот все-таки когда это случится? Неизбежно, мне кажется, это произойдет. Вот когда? Вопрос, ну, мало интригующий, но все-таки любопытный. Татьяна Бурнович, что там, три подряд мяча забросили? Да, выпускают пока в центре линейного игрока. Между собой еще, я так уверенно, ищут взаимодействие Милана Таженова и Карина Сабирова, оказываясь, в центре. Но мы никуда не пройдем мимо этого, потому что действительно опыт набирает наша молодая команда. Если мы уже отмечали игру Елены Михаличенко, ей, конечно, все равно нужно давать эту паузу, нужно давать отдыхать. И пока, да, Артем подметил, это действительно три мяча с линией нам забили в центральной зоне. И снова плюс девять. Мне кажется, нету защитника, который не отмечает нас, это сложно против Вероники. Защищаться... Вот сейчас будет десять мячей преимущества. Юлия! Лабомба Моногарова! Добрый вечер, Черногория! 24-14. Пляшем и поем. Да, но мне кажется, вместе с этим забитым мячом такое ощущение, что потухли действительно глаза. Так нам операторы очень, очень ярко показали эту картинку. Если до этого Баяна Попович и игроки на скамейке еще ликовали или пытаясь найти эти эмоции, но здесь такое ощущение, что действительно упал немножко занавес. Снова в центре Милана Таженова. Главное, чтобы не потухли наши фонарики. Да, это точно. Карина Сабирова очень высоко и активно защищается практически, да, дотянулась до перехвата, но и снова здесь не разбираются больше даже по этому движению между собой два игрока от центральной зоны и снова с линии забивают сборной России еще один мяч. Вот он, повтор на ваших экранах. Карине, конечно, тут надо было просто чуть быстрее опуститься. Как часто говорят, если потерял ориентацию в пространстве, надо срочно сделать пару шагов назад. На всякий случай. На всякий случай, чтобы этот мяч перехватить. Чуть воспользовались, да, этим состоянием непонятным для Карины серпки и забили этот мяч. Снова ушли от разницы в 10 мячей. Юлия Моногарова. Да, немножко забегала, заискрила. Ну, а Татьяна Бырнович, забросив нам три мяча, решила, что теперь она поможет от души и в защите. Но в итоге, вот смотрите, что делаем. Ну, на самом деле грубят, откровенно грубят черногорки и получают помимо удаления еще и пенальти. Милана Таженова. Любится Ненезич. Неплохо. Но все равно Бырнович, знаете, расстроен. Две минуты отдыхать приходится. Переводить дух. Ну, а Милана Таженова бросила, пожалуй, на удобной для вратаря высоте. Любится Ненезич. Возможно, поверит в себя. Ненадолго. Пустыми воротами шагает. Буквально шагает. Не идет, не бежит. А шагает вперед сборная Черногории. Скорости упали до уровня Плинтуса. Матео Плетикосич. Сейчас две левши, обратите внимание, в задней линии у Черногорок. И хороший бросок. Саня Премович. Да-да-да, сейчас будет удаление. Не позволила кто? Полина Горшкова? Или кто не позволил Премович убежать на замену? Давайте смотреть. Бросок Премович. И смотрим у Нагарова. И чем виновата Юлия Моногарова? Нет-нет-нет. Артем, здесь абсолютно не дают просто в центр вывести мяч сборной России. И так как она являлась помехой для того, чтобы сборная России быстро разыграла мяч, именно поэтому на две минуты удаляется Черногоркий. Юлия Моногарова здесь совсем ни при чем. Но чтобы восторжествовала справедливость того момента, Юлия Моногарова так эмоционально сопровождая свой забитый мяч, эта справедливость восстанавливает мягким перебросом хороший мяч удается Юлии. Породистый, шикарный такой, отработанный с годами, но сколько эстетики было в этом голе. Два удаления подряд у Черногорка, и, соответственно, даже меняя вратаря, у них пять полевых, без линейного номинального. Еще раз обращаем внимание, что играют сейчас три левши. Обратите внимание, Йован Карадичевич в роли чуть ли не разыгрывающей. И пустые ворота у Черногорых. Юлия! Она поделилась с Полиной Горшковой. Щедрая душа, украинская нараспашку. Юлия Моногарова пас на Полину Горшкову. Ну, коллеги будут другаться. А какой счет, хочется спросить. По-моему, снова плюс 10. Снова плюс 10, но там, конечно, Юлия Моногарова могла по-разному распорядиться мячом. Насколько на скорости умеет принимать Юлия решение, там игрок, конечно, мог остаться с двухминутным удалением, но видя, что уже из зоны выходил защитник, Юлия распорядилась мячом иначе. Но это все происходит в доли секунд. И, конечно, чем более техничен, чем более мастеровит игрок, тем быстрее он умеет эти решения принимать. Собственно, все это нам продемонстрировала Юлия Моногарова. Но Анастасия Лагина нам демонстрирует вместе с Полиной Каплиной очень хорошую игру в сегодняшнем матче. Вероника Никитина, Ярослава Фролова. Посмотрите, какие размашистые движения. Наши девушки понимают, что игра сегодня удалась по полной программе, и они сейчас получают удовольствие. Смотрите, вот эти. Вот. А, и... Ух ты, какая сложная траектория. Мне кажется, любой игрок чуть другого класса. Здесь, конечно, на отмышь бы влиял ближний угол, но Полина там, Горшкова еще успела все проанализировать. Движение защитника, движение вратаря в ближний угол и вывернуло мяч какой-то хитрющей траектории. Это фантастически. У меня просто эпитетов не хватает. Один из сложнейших и красивейших голов всего чемпионата мира. Да, мне кажется, Черногория должна признать досрочное поражение. Можно так, Гонбуль? Да, ну... Нет? Артем, да здесь уже с этим вопросом, конечно, все понятно. Черногорки этим мячом только как раз-таки возвращаются к этой разнице в 10 мячей, но нам интересна уже, конечно, игра нашей команды, потому что, во-первых, завтра нам предстоит послезавтра посложнейший матч. И тут, конечно, Людмила Бодниева использует возможность как раз-таки посмотреть всех игроков. Для меня, как раз-таки, наблюдая за этой игрой, очень отрадно видеть мячи Ярослава Фроловой, потому что привыкают потихоньку соперники к тому, что забиваем мы слева-справа полусреднего. И, кстати, сегодня не появлялась на площадке, минимально появлялась Екатерина Ильина. И мы можем делать вывод, что Людмила Бодниева уже готовится к следующей бе. А еще нам показали Анастасию Ларионову. Она на площадку так и не вышла, но нам показали то, что она сняла обувь игровую. И, по всей видимости, это только мое предположение, я так думаю, она получила повреждение на разминку. Раз она сняла кроссовку, то, наверное, получается, что повреждение голеностопа, я так предположу, на разминке случилось. И, конечно же, хочется, чтобы наши врачи, и, прежде всего, Владислава Голгачев, поколдовали, и к матчу с командой Франции Настя была бы в порядке. Ну, а то, что происходит сейчас, да, там Буяна, она за свои голые очки секунды, конечно, будет сражаться до конца, но 10 минут с небольшим играть, 27-18, удаление, как бы, хотело этого Буяна Попович, не случилось. Чербак, Никитина. И использование площади ворот сейчас было со стороны Юлии Моногаровой, а 2 минуты, ну, это уже они перегибают палку напрасно. Не было там такого, что... Ну и мяч она оставила на том месте, где, собственно, и произошло нарушение. За что удаляют Юлию Моногарову? Ну, если быть до конца справедливым, все-таки нарушение было на 7-метровой отметке, и даже если игрок проносит мяч полтора или два метра, а Юля оставила его на 9-ти, за этим следят судьи, как бы, я понимаю, что, может быть, не обязательно уже в такой игре. Прямо, скажем, совсем не обязательно. Ну, это по описанному прям, по описанному, по протоколу они писали. Люди тоже по протоколу потом получают оценки за матч, поэтому для них это важно. Но для нас необязательное удаление. Юлия Моногарова получает 2 минуты. Ну и здесь Артем весь первый тайм, весь второй тайм, обратите внимание, в центре находят черногорки передачи своего линейного игрока. Карин Сабирова сейчас осталось тоже лишнего помогать. Ярославе Фроловой там должна была сама справляться и оставляет линейного без присмотра. Та снова мяч забивает, если открыть статистику и по первому тайму, и по второму с этой позиции. Ну, больше, конечно, по концовке первого тайма. Но во втором очень активно черногорки стали эту зону для реализации моментов использовать. Шесть мячей из семи попыток забросила Татьяна Бурнович. Ну, больше только у Йованки Радичи. Семь мячей у нее забито, но это Йованка немножко удивилась. А как так-то? Как она могла не попасть? Это действительно редкий случай. Вот здесь ошиблись Милана Таженова, Сольда Щербатка. С центра площадки. Но сегодня просто не день. Не день, что Радичевич, что Бабович, что Премович. Сегодня день России на чемпионате мира. Эмоции Радичевича, кстати, вспомнила, как Наня Андерсон так все время себя поругивала как раз-таки этим жестом, когда била себя по лбу. Я думаю, она ярче всех это делала. Но здесь мы это видели в исполнении. И Радичевич тоже, но снова без промаха бьет Ольга Фомина. Она появляется на площадке ввиду того, что удалена Юлия Монагарова. И даже эта пауза, проведенная на скамейке запасных, не сбила прицела для игрока Тольятинской лады. Ольга Фомина забивает свой пятый мяч. Я сейчас смотрю на онлайн-статистику матча и понимаю, что матч не удался буквально двум игрокам российской сборной. Надежда Станикова, на ваше мнение? Кто они? Два игрока в российской сборной. Кто сегодня не очень попал в игру, скажем так? Я доверюсь статистике. Артем, послушаю. Что ты там? Высмотрю. Елена Михаличенко и Ярослава Фролова. Ваше мнение? Я сразу скажу, что Лена Михаличенко, мне еще казалось, что в предыдущем матче и еще матч до этого, что очень много сил не казалось, а так и есть, очень много сил тратить на игру в защите. А мы все знаем, насколько это энергоемкая, конечно, работа. И понятно было, что для Лены Михаличенко будут сложности для того, чтобы играть в нападении так же эффективно, как она действовала до этого. Очень-очень сложно сочиненно. Казалось бы... Куда сложно? Куда проще-то, но нам нужен этот игрок. И Людмила Бодниева тоже понимает специфику происходящего. Оставляет Михаличенко и Скоробогаченко пока на скамейке отдыхать. Также она предоставила возможность, об этом мы уже говорили, отдохнуть. И Екатерине Ильиной, быстрый отрыв. Теперь мы с передачей не ошибаемся. Все четко выверено. И Ярослава Фролова забивает мяч. Но это время важно для того, чтобы свою игру почувствовала и Ярослава. Третий мяч. Да, забивает Ярослава в этой игре. Третий мяч, да. И снова, как ни странно, плюс 10. 29-19. Идемо, идемо, 7-6 с этой стороны, имамо две левые руки за вас. Идите и ебать. 9-й, да, 9-й, левый. Левый, 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 левый. Идемо за блок, обе су левые руки. Да, иди на десну. Пустим, левый, 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 левый. Идите ближе. Дина. Играть 7 на 6. То есть сейчас без вратаря пойдут атаковать черногорки. Ну и имеют реальную возможность, так скажем, получить пустые ворота. И даже, может быть, не одна. Смотрите, какие наклейки у них на кроссовках. Вы видели? Четвертый номер. Ну и как мы любим. Сборная Словении, да, говорила после матча против нашей команды о том, что они не заслужили такого разгромного поражения. Ну и если возвращаться опять-таки к этим 10 мячам, я думаю, в Черногорке, хотя матч еще не закончился, пребывают в таком же настроении. Не хотят они с такой разницей с площадки уходить. Ну, хотеть это одно дело, а играть другое. Давайте посмотрим, как в Семером сыграют. Максимально строго. Рефери. Попросила сыграть Людмила Бодниева в защите. На мой взгляд, тоже справились с этой задачей наши гонболистки. Но здесь с этим удалением вот как раз-таки Юлия Моногарова может поспорить. Абсолютно справедливо спорит Юлия Моногарова. Турецкие арбитры, видимо, решили тут поучить в гонбол играть нашу команду. Посмотрите. Фолл в атаке чистейший. Да-да. Те самые знаменитые. С Денис и как там его второго, Лешего? Ну, короче говоря, все понятно. Не приходя в сознание, судят по-прежнему. Шесть с половиной минут играть. Что дальше делать, товарищ судья? Милана Таженова. Ну, хорошо, пусть так. Любится Ненезич, хороший делает выпад к правой штанге и парирует мяч рукой. Подобным образом она действует не впервые. 29-20. Меньшинство у сборной России. Но сейчас, наверное, вряд ли. Семь полевых мы увидим у черногорской команды. Семь против пяти атаковать как-то нелогично. А они все равно всеми ровными, да? Да. И неплохо получается в итоге Итана Горбич. Ну и... Еще одно удаление придумали? Ну, обоюдное, да. Здесь дадут обоюдное удаление. Спылили. Вот, бомбалистки. Да, вот особенно Горбич порадовалась этому решению. Да, да. Да, ну, кинокомедия. Что-то они устраивают на ровном месте. Играют девочки в гонбол. Ну, не мешайте, отойдите в сторону. Что здесь было? Вообще ничего. Какое двухминутное обоюдное. Не-не, Артем, на самом деле было. Там Горбич немножко придержал Ольгу Щербак. Хотя там уже момент этот прошел. Там первый был контакт. И, собственно, разошлись гонболистки. Я Ольгу, конечно, понимаю абсолютно. Потому что не ответить было нельзя. Но то, что пытаются остановить грубость, я думаю, здесь даже это более правильно, чем не заметить этот момент. А сейчас... Мне кажется, устали от игры сегодня рефери. Да, немножко набегались, да? Набегались. В отличие от имболистов. Затянулся для них этот матч. Там действительно было нарушение на Веронике Никитиной. Три подряд эпизода. Непонятное решение. Что делают эти арбитры на чемпионате мира, хочется спросить. Три подряд. И все в кривь и в кость. Ну, молодец, да. Попала в ворота. Все порадовались. Спасибо большое. Занавес. Ничего, Вероник, ничего страшного. Нужно здесь, да, сохранять спокойствие. Бывает, игра по-разному проходит. А вот уже и Людмила Бодниева закипела. Из-за этих, прости господи. И мастеров свистка. Обладает, да, повышенными знаниями, конечно, в области судейства. Поэтому я и ее эмоции понимаю. Но, конечно, здесь нужно спокойствие все-таки сохранить. На эти эмоции не теряться. Артем, если говорить об игре, как спортсмены, когда ты в площадке, за игрой арбитров тоже нужно отдельно следить, понимать, как бы, и их настроение тоже. Но здесь, конечно... Они и заступ не видят? Они что, там, с завязанными глазами, что ли, судят? Тоже. Люди тоже могут услышать. Какие они? Посмотрите. Нет, заступа не было. Это я слепую. Заступа не было. Ну, а я отмечу игру Анастасии Лагиной. Хорошо вышло. И Людмила Бодниева абсолютно те же действия своего уртаря отмечает. Хорош, говорит Людмила. Чуть успокоились наши гонболистки. Здесь нужно просто довести. Дело начатое, начатое. Хорошо. До конца. Таженова. 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 Скоробогатченко. И, извините, Эмма Рамусович. До свидания. Ну, а счет уже 30-22. Хорошая отметка в 30 мячей. Сегодня покорена сборная России. Еще 4 минуты играть. Ну, и по-прежнему можно добраться до преимущества в 10 мячей, как бы не сопротивлялись этому турецкие арбитры. Потому что сборная Черногории уже давно перестала сопротивляться. Хороший мяч. Забивает вечная запасная. Это, по-моему, Деяна Дубитича, если я не ошибаюсь. 23-й номер. Вечная запасная, потому что пока Йован Карадичевич в порядке, ей суждено полировать лавку. Но что делать? А вот и Ксения Закордонская допустила техническую ошибку. Почему? А потому что Ксения Закордонская, кстати, в своем интервью сказала о том, что кажущееся вот это спокойствие, которое есть у Ксении, конечно, внутри все бурлит. Конечно, переживает. Там немножко вышел защитник, да, прикрывая Антонина Скорбогаченко на правом полусреднем. И смутила это немножко нашу молодую Ксению Закордонскую. Я думаю, вторая ошибка она себе не позволит. Ксения Закордонская, которая, ну, как отмечала аккуратно Людмила Бодниева, пока еще не соответствует оборонительным навыкам сборной. Сейчас обороняется на краю. Обратите внимание, то есть она не уходит на замену. Ей доверена позиция пусть и крайнего, но все-таки защитника. Ну, здесь Люба Цене, она здесь поймала кураж. Несколько мячей сложных отразила и сейчас тоже была на высоте. По всей видимости, победа в 10 мячей все-таки отменяется сегодня. Что не отменяет, конечно, сверхуверенной и надежной победой сборной России. Я вас, кстати говоря, Надежда Константиновна, поздравляю. Сборная России в четвертьфинале. Да, я хочу тоже поздравить наших болельщиков. Переживали они и за этот результат тоже, но пока очень уверена, не без ошибок, как правильно говорил Артем в первом тайме. Наверное, можно такие маленькие выводы делать. Пока вот в этой расстановке, в которой сейчас находится сборная России, в нее добавили все-таки Елена Михаличенко в центр, видя, что много мячей забили нам с линии в тайме втором. И в центре были проблемы. Елена Михаличенко возвращается в центр. В остальном Людмиле Боднеевой снова удалось увидеть всех гонболисток в ротации. Распользовалась она этой возможностью. Любители покопаться в статистике, в цифере, сейчас, конечно, немедленно сказали, что этот комендатор опять, как и Ереси, наговорил. Действительно, сборная России не попадет в четвертьфинал, если Сербия обыграет сегодня команду Франции, потом Словении, а мы проиграем команду Франции. Ну, во-первых, Сербия не обыграет Францию, правда ли? А мы с Францией еще как поборемся, не правда ли? Не, ну, на самом деле, правильнее, да, все-таки говорить, а какие еще ждут нас моменты, но мы все-таки верим, да. Что этой уверенной победы нашей команде будет достаточно. И при надежде Муравьевой хочется сказать, мы надеемся и верим. Вера, надежда, ведет все в этот праздничный гонбольный вечер. Да, Надежда Станин? Абсолютно, да, верно. Снова такой сброса в центр последовал от Черногорых, там незрячий такой пас давали. Концентрацию терять не стоит, хоть осталось всего 30 секунд сыграть нашей команде. Мелан Таженова пока мячей в сегодняшней встрече не забила. Так же, собственно, как и Ольга Щербак, они остаются в атаке, в этой последней для нашей команды. Ну, здесь главное, чтобы столкновений никаких жестких не было. Последняя атака, считанные секунды до конца матча. Сборная Черногории бросит или нет поворотом? Да, бросит. И заработает пенальти. Бросит их, в общем-то, не дали. Пенальти будет. Ну и, соответственно, 31 наш мяч против 24, ну или, может быть, 25 Черногорских. Сократили отставание Черногорки в концовке матча. Это позволило, прежде всего, сделать российская команда. Ну и целый ряд судейских решений, непонятных, мягко говоря. Ну ладно, бог с ними, с этими мастерами свистка. Джорджина Малович ставит точку в сегодняшнем матче. Уверенный бросок. Она с игры сегодня немало и здорово бросила. И посмотрите, вот она. Красав, сия, цирный гора. Бояна Попович, она радуется. Почему? Потому что в концовке ее подопечные ожили. Но мы радуемся победе. Радуемся вместе с нашими очаровательными гонболистками. Юлия Моногарова, как всегда, в огне. Как всегда, делится своей искрящей православной эмоцией. Ну а черногорские гонболистки сегодня очередную баранку записали себе. Ну не то, что в актив, в багаж. На чемпионате мира остаются аутсайдерами на основном групповом этапе. 7 очков у сборной России. 6 у ПК у сборной Франции. Впереди у нее сегодня встреча важнейшая с командой Сербии. И еще раз проговорим. Если только...